Дай почитать Но основные факты остаются неизменными. В книге много занимательного, познавательного и информативного. Так, например, японцы никогда не вешают картины в изголовье кровати. Почему? А потому что землетрясение случается слишком часто. Надо владеть в совершенстве древним искусством. Харагэ – это чисто японский способ вести беседу, в которой ты улавливаешь или благополучно упускаешь скрытую потаенную суть. Японцы ужасной чистюли. Тротуары перед магазином моют тряпкой, а пылесосом чистят полы на вокзале. Апофеозом неизбывной японской чистоты стал юноша в ослепительно-белых одеждах, заляпанных выразительной грязью. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это такой принт на ткани. Настоящее сокровище – это мечи самураев, которые ковали просветленные учителя дзен. Дзен – познание себя. Только человек дзен – спокойный, медитирующий, никуда не спешащий, который не тревожился о том, что жизнь проходит мимо, мог выковать такой меч. Большой кусок стали расковывали на множество пластин. Складывали, нагревали, сковывали, расковывали и так несколько лет. Спектакль в театре Кабуки идет 6-7 часов, поэтому зрители в антракте успевают и пообедать, и даже вздремнуть. Старые игрушки, особенно куклы, в Японии не выбрасывают, а приносят в храмы и там с благодарностью придают огню. Последнее извержение вулкана Фудзи было в 1707 году настолько сильным, что Токио засыпало 15-сантиметровым слоем пепла. Вулкан 300 лет безмолвствует, но японцы почитают его с яростным благоговением и называют не иначе, как Фудзи-сан. Японцы не имеют традиции любоваться, как мы, восходом или закатом, а вот луной – другое дело. Это называется цукими. И еще обожают ходить в те места, которые вдохновляли поэтов. Не надо ожидать от книги Марины Москвиной философских раздумий и глубокой аналитики. Это эмоциональные, яркие и живые впечатления художников. 16+. Дай почитать